Скоро осень, бризятся дожди, слякоть и холода. Если в теплую погоду прихожане храма всех святых добираются домой после утренних или вечерних служб без особого труда, то зимой или поздней осенью этот путь становится для них практически непреодолим. Основная причина – гололед. Помогите нам, пожалуйста, потому что без храма мы уже практически не мыслим в своей жизни. Без веры тоже. Мы просто просим по-человечески, помогите нам, пожалуйста. Тем более удивительно, что оставляют без транспорта такую же мчужину, как наш монастырский комплекс. До мая 2020 года у храма останавливался автобус, но сегодня этой остановки нет в маршрутах общественного транспорта. Добираться домой также сложно юным воспитанникам воскресной школы и студии раннего развития «Родничок». Это вот в летнее время хорошо, а зимой здесь достаточно скользко, подъем в гору. У нас были отказы от посещения детей, которые желали бы получить азы православия в нашей воскресной школе, в связи с тем, что очень сложно добираться. Нет транспортного остановки непосредственно вблизи с воскресной школой. До изменения маршрута на этом участке измеряли пассажиропоток на протяжении определенного периода. Результаты показали, что пассажиров на этом маршруте практически нет, рассказал представитель гор автотранса. Это не единственная причина корректировки маршрута. Для транспорта, тем более для нашего транспорта, где большие автобусы в зимнее время развернуться не смогут, снег там убирается не всегда, сейчас пик он оттуда выехать не может, что сказывается не только на этих пассажирах, а на всех остальных, которые ждут автобуса, а он либо опаздывает, либо не приходит своевременно. Маршрут получится изменить только в том случае, если появятся автобусы меньшего класса, которые смогут спокойно заезжать к монастырскому комплексу, не отставая от графика, пояснил Игорь Кузнецов. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.